Девушки отдыхают Не надо строить из себя джентльмена. Посмотрите на себя со стороны, гражданин Евлавкин. А что мне на себя со стороны смотреть? Я, между прочим, может, честнее любого прокурора. А вы ведь тут статью шьете. Так, давно освободились? Давно. А именно? Две недели уже. Со вторника третья пошла. Справка-то у вас. Да, действительно, давно. Потерпевшая Лемешева! Проходите. Мне хотелось бы вам задать несколько уточняющих вопросов. А, задавайте. Что он вам сказал, когда подошел? Постарайтесь вспомнить подробнее. Ну, он спросил, тяжело мне? А мне-то, конечно, тяжело. У меня две сумки, одна с салом, другая с колбасой, обе полной. Я бы чуть руки не оборвала. А меньше-то я не могу взять, потому что даже дорогу не оправдаю. А мне в учебники, ну, у Ромка в пятый класс пошел. Ага, понятно. Итак, этот человек подошел и спросил, тяжело ли нести сумку. Ну, да. Он говорит, тяжело. Я говорю, тяжело. Ну, и он говорит, ну, тогда я возьму, помогу донести сумку. Я дура взяла, согласилась. Да вот именно, что дура! Помолчите. Что было дальше? Только все по порядку. Ну, дальше он сумки-то схватил мои и... Станоки автобусные. А там людей просто много. Я поотстала, все толкаются, толпа, а он взял и... Да я же ей помочь хотел. Поотстала она. Деревня! А как получилось так, что он оказался с вашей сумкой в автобусе? Да я... Да очень просто, капитан! Я уже сколько раз повторял? Ну, если бы я хотел помыть ее сумку с этим салом вонючим, разве я выскочил бы на следующей остановке? А водила двери закрыл, я даже глазом моргнуть не успел. Смотри, я там за окном суетиться туда-сюда. А народу-то полно, вокзал все-таки. Вашу версию я уже слышал. Да весь этот колхоз-совхоз сено-солома! Да ты можешь помолчать! Опять ты? Ну, слава богу, все обошлось? А где твои сало и колбаса? Так оптовикам сдала. Оптовикам она сдала? Чего сама-то не торгуешь? Прибыль теряешь? Да домой уж пора, рейсовый скоро. А сюда зачем приперлась? Тебя выручать. Я еще с днем заявление забрала. Ай, вот дура-то она есть дура. Лишила честного человека, казенного ночлега и кормежки. Куда ты теперь? В Парижск. Вилла у меня там. Да и прислуга заждалась. Любовница длинноногая. Романтик! Ой, врать-то гораст! Вот че ты ко мне прицепилась, а? У тебя мужик-то есть? Есть. Пятый класс пошел. А, ну понятно. Мать-одиночка, кто-то ты за мной погоню на кнорейке устроила. Так они сами предложили мне. Они тебе предложат. Воровать надо меньше. Стольник, одолжишь? Одолжи. А два? Бог троицу любит. Да я верну. Когда это ты вернешь-то? А ты мне адресок оставь. У нас в деревне название смешное. Бухалова. Чем же ты занимаешься в этом своем, Бухалова? В деревне же с тоски повеситься можно. Так я стихи пишу. Ну что ты? Да. Выходит, ты у нас Пушкин в юбке? Выходит. Мамка-то обрадуется. Не обрадуется. Почему? Я детдомовский. Сам бы не увлекался. Привыкнешь. Да это же слабо алкоголь. Что сказать? Рассказывай слабо. И куда ты теперь? Еще не знаю. К другу. А дальше видно будет. Посмотрим. Но есть, да, друг, далеко. То можешь к нам на ферму? Субтитры сделал DimaTorzok. Я у тебя вчера в штанах в кармане сигарет нашла? Курить начал? Почему ты лазишь по моим карманам? Ты че так с матерью разговариваешь? Почему ты лазила по моим карманам? Штаны хотела постирать, вот и лазила. Ты могла предупредить, что собираешь стирать мои штаны. С какой стати, а? Я уже взрослая, у меня есть свои тайны. Так. Это какие у тебя тайны от родной матери? Тайны могут, всякие разные. Может, я влюбился и веду тайную переписку с кем-то. Может, у меня в кармане лежит любовное письмо. Какое письмо любовное? У тебя вон молоко еще на губах не обсохло. Я влюбчивый. В кого это у нас такой влюбчивый? Ну, может, может, тебя. День добрый. Вот отдохнул в Париже. Дай, думаю, загляну в Бухалова. А кто это такой? Ну, и заодно. Долг пришел отдать. А это сынок Николай. Я тебе рассказывала про него. Он мне в городе сумки помог донести. А потом мы его с милицией догоняли. Здрасте. Здрасте. А это проценты по кредиту. Долг вы вернули. Даже с процентами. Вы свободны. Суров боец. Переходный возраст. Пахнет. А у вас тут гостинички никакой поблизости, нет? Так он нас же не Париж. Да и с фотомоделями не очень-то. Ну, ясно. Ну, ладно. Я пошел. А мужчику... Ну, на дорожку-то. Дело хорошее. А он мне шею не намылик. А ты сразу испугался, да? Ну, мало ли. Ну, пошли в дом, что ли, а? Пошли. КОНЕЦ Да, вот уж не думал, что в Бухалово такие говоруны живут. Вы сидели в тюрьме? Сидел. За что? А я уже твоей матери объяснил. За хорошую учёбу и примерное поведение. Я не шучу, я серьёзно спрашиваю. А я тебе серьёзно отвечаю. Мама, этот Тим больше не должен здесь оставаться. Вот и поговорили. Ёжик. Тяжело тебе с ним? Да как-то по-разному. Слушай, а может я с ним поговорю один на один, ну как мужчина с мужчиной. Это зачем? Тебе вообще лучше уехать. Да некуда мне ехать. Понятно. А ты руками-то хоть чё-нибудь умеешь делать? От карточных фокусов до шитья рукавиц. Ударником, правда, никогда не был. Но кое на что сгожусь. У меня соседка одинокая. Я ей недавно солдатик потелила. Можно к ней на первое время? Ну и спуск, конечно. А там, ну, сбьёшься. То есть, к себе ты меня ни-ни. Ты чё, как же я тебя к себе? Ты же мне абсолютно чужой человек, чё люди подумают. Да чё там люди? Объявишь меня новым мужем? Ты мне чё, предложение делаешь? Ну, а почему бы и нет? Понятно. Шляп свою дурацкую забирай. И шагом марш отседываю. Понял, понял. Была без радости любовь. А разлука будет без печали. Спасибо за чай. Пожалуйста. Ну, чё там, начальник? Чё, вообще никаких вакансий, что ли, нет? Да какие вакансии, товарищ Евлашков? Дойером пойдёшь? Вот ништяк. Это чё, коровам хвосты крутить, что ли? Сиськи подмывать и бидоны с молоком ворочать. А ничего повеселее, нет? А у меня здесь не цирк. Хотя клоунов и здесь хватает. А вот клоуном я бы с большим удовольствием. А ты откуда Надежду знаешь? Надежду? Какую Надежду? Ну, кончаешь, что руком прикидываться. Это ж деревня. Все знают, что ты приехал к Надежде с букетом. А она тебя выставила. Ха-ха-ха, ну и даёте. Во, у вас разведка-то работает. Прям не Бухалова, а целая Лубянка. Ну, это ж деревня, а не какой-нибудь Париж. Это точно. Силусную башню, с Эйфелевой. Только по большой пьянке можно перепутать. Есть и такие умельцы. Ну, жильём я тебя обеспечу. И на том спасибо. Так что там насчёт Дойра-то? Больше вакансий нет. Вот зараза. Я согласен. У меня, между прочим, не гостиница. У меня солдата хватает. Ха-ха-ха-ха. Ты его глазами-то не ешь. Ни пряник. Между прочим, мужчина серьёзный. В тюрьме сидел. Ну, зачем так? Сразу? Ну, чтоб знала, где край и не падала. В настоящей тюрьме? Да нет. Ну, что вы. В игрушечке. Это пятнадцать суток. Ага. Строгого режима. Может, правда Ахмед пустит. И впрямь у тебя не гостиница. Я подумаю. Пошли. Ну, считай, что ты сегодня продешевила. Симофей, я передумала. Смотри у меня. Раньше надо было передумывать. Поехали. Значит так, Ахмед. Слышь меня. Кварклату получишь. Дровами. Привезу тебе телегу дров. Дымоход починим. Он всю войну прошёл. Ссылку. Один недостаток. Свинину не ест. Ну, это мы переживём. Худеть будем. Я вон шесть лет на диете сидел. Ты, Петь, главное за гидравликой следи. Вся наша гидравлика комок нервов. Не вся. У меня на танке как часики работало. Нас десантировали на учениях. Сразу в бой. Ага. А ты, он, возьми мой трактор. Сбрось самолёт, сразу куча металлолома. На армию денег не жалели, а... Деревни всё развалили. Государству без армии нельзя. Армия это... Что, это стержень? А без стержня получается не государство, а кусок пластилина. Любой начнёт руками лапать и лепить, что ему вздумается. Подковали тебя в армии. Подковали. И пару зубов выбили. Хорошо, что не передние. А не жалеешь, что уговорил тебя у нас поработать? Дальше видно будет. Ну, давай, заводись. За мной поехали. Спасибо. Спасибо. Ты не Ангелина. Ты тварь форменная. Чё, не нравится? А нормальные коровы себя так не ведут. Вот и чёрт! Я тебе сейчас хвост в рот засуну. Вот так. Хорошо. Получается? Ну, мало-помалу. Они ласку любят. Да что ты! А кто ж ласку-то не любит? Ну, если не будет получаться, Коля, переведу тебя в телятник на откорм. В телятник на откорм? Ну и как это воспринимать? Как повышение? Повышение. Да, Иш. Пытаюсь. Это тебе не рукавицы на зоне шить. А я там рукавицы не шил. Неужели балетом занимался? Да и без балета как-то обошлось. Там, надёх, кажется, человек стоит того, что стоит. За чё сидел-то? Я ж тебе миллион раз уже объяснял. За хорошую учёбу и примерное поведение. Привет, народ! Здорово-здорово. Надь, имей в виду, твоя вакансия тебя ждёт. Я думаю. Третий год. А ты надумал? В каком смысле? Работа не пыльная. Зарплата. Полторы твоих. Ну, вообще, пасеку твою охранять от клёва. Только дело в том, что меня нельзя до мёда допускать. Я же медовуху начну гнать. Мужиков спаивать. А если честно, то я бы сам себе даже дырку от бублика охранять не доверил. Когда Тимофей по миру с шапкой пойдёт, сами ко мне прибежите. Да поздно будет. Ага. Прибежим. Он что, тебя тоже в сторожа зовёт? В жёны. Деловой. Чересчур. А скупой? Зимой снега не допросишься. Ну, скупость не глупость. Слушай, найдёшь. А может, пойдём вечером на речку? Коля, учись коров доить. Ну-ка, иди сюда. Иди, иди, не бойся. Смелее. Значит, шпионишь. Слежу. А, ну, эта разница, конечно, большая. Ей отца хватило. Никто и никогда больше не будет над ней издеваться. Я вырос и буду её защищать. А вы будете жить с нами только через мой труп. Усёк. Чё это у тебя? Опа. Санечка, заиспуг. Иди гуляй, следопыт. Да, рогатые. Похоже, нам здесь не рады. Ну, сколько стукнулось, не секрет. Не секрет. Восемнадцать. Ну, я серьёзно. Мало тебе зубов выбили в армии. Никогда не задавай женщинам такие вопросы. Почему? Абдак. Народ! Прошу тишины. Я вот что хочу сказать. Никогда я не думал, что наша деревня окочурится. Потом думал по-другому. А сейчас даже не знаю. Вот Петька появился. Товарищ Евлашкин несёт трудовую вахту на вечерней дойке. Что? Ну? Так. Здрасте, приехали. Какая я сволочь, а? Что ты там водишься? Давай, быстрее. Ну, зацепилась тут. Что зацепилась ты? Рвать уже надо. Ну, да знаю я. Лезешь так. Давай. Помогай, что ли. Здорово, орлы. Чё тащите? Шёл бы ты отсюда своей дорогой, мужик. Ребят, вы поймите, я не мент. И сука никогда не был. Сам зону топтал. Воруйте. Чё хотите. Но вы ж ферму обесточили. Так что давайте вернём провода на место и разойдёмся по-хорошему. Иди, куда шёл. Вы не поняли. Коровам без дойки нельзя. Выбей, пересохнет. Вы же всё стадо загубите. Их тогда только на колбасу можно сдавать. Ну и сдашь. Какие проблемы-то, а? У меня? Никаких. Проблемы будут у вас, а не у меня. Так вот, если так пойдёт и дальше, то наша деревня скоро превратится... Город-миллионник. Анюка. Мальчи, женщина, когда джигиты разговаривают. Коля! Да где же это так? Коля! Извини, начальник. Извиняю. Ферма обесточена. Они провода срезали. Как обесточено? Какие же сволочи руководят нашим электричеством? Ему в больницу надо. Коля, Коля, вставай, давай, давай, давай. Это такой трактор на моём козле поедет. А теперь вспомните подробно внешние приметы. Это очень важно. Один был с усами, и у него был горб. Точь в точь, как у Джигарханяна, вместо встречи. Вы меня разыгрываете? Я? Да Господь с вами, милочка, я же жертва, а не свидетель. И у второго был горб. Банда горбатых. Так опиши. А вы не шутите? Да какие шутки? Меня ж чуть не убили. А может быть, были какие-нибудь особые приметы? Какие ещё особые приметы? Куда уж приметнее-то. Два горбатых придурка. Так опиши. Хорошо, хорошо. Ну, знаете, если для вас горб не особая примета, в таком случае я вообще не понимаю, как вы с преступностью собираетесь бороться. Ты к нему? К нему. Может, зря я с ним так. Конечно, зря. Человек с бандитами в схватку вступил с задойное стадо, а ты с ним даже не разговариваешь. Не пара он тебе. Вспомни отца. Мало ты поревела. Отец пел. А этот сидел. Короче, я против. Но решать тебе. Просят над корм будем брать? Мне компьютер нужен. Я знаю. Значит, будем. Значит, будем. Сначала сам научишься, потом меня научишь. А ты тупить не будешь? Я буду очень прилежной ученицей. Когда ты вот так накрасишься, тебе очень идет. Надо всегда так делать. Для кого? Для моего трактора? Он меня и без губной помады очень даже уважает. С полоборота заводится. Возьми меня с собой. А ты выступать не будешь? Я буду молчать, как рыба об лед. Очень странно. Он же здесь лежал. К ним даже милиция приходила. Милиция? А че удивляться-то? Тюряжник же. Рома, он что, в тюрьме сидел? 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Мы тут как-то сами Гостиничка тебе Спасибо Хорошо выглядишь Ты в дом иди ДимаTorzok ДимаTorzok Ну вот и скатерти дорожка Тебя кто лечил? Тогда еще медицина бесплатная ДимаTorzok 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 Да я это полтора года вообще не жил Да я это полтора года вообще не жил Ты знаешь сколько там этих, ну, которые решили завязать? ДимаTorzok 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 А ты? Голодный? Ладно, пошли к дому, а то... Шурка от любопыт себе шею свернёт! Привет, соседка! О, здорово! Надолго? Навсегда! Проездом сына навестить! Мировую-то гулять будем? Завязал я, Шур! Как? Ты что, с ума сошёл? А как жить-то теперь будешь, а? Как все нормальные люди! Так нормальные не просыхают! А что, и после работы нельзя, а? Ну, а на праздники и новые, старые? Нельзя мне, Шур! Я же азартный в этом деле, знаешь! С майских ночную и до Нового года заклинит! Круглый год, короче! А, понятно! Что, даже чайку не попьёшь? Ну, отчего ж не попью? Чай не водка, как говорится! Ну, пошли в дом тогда! Хватит людей смешить! Эй, ты есть, Петька? Он самый! Настя! Лихо стреляешь! В лёд! На воде не бью! Дашь пальнуть? С какой стати-то? Ну, я ни разу из ружья не стрелял! А как ты стрелял? В детстве из водного пистолета? Из танка! По движущимся тоже приходилось! Да ладно! Врёшь! Нас с самолёта сбрасывали с парашютом! Об землю долбанёшься, искры из глаз! Сразу по газам и в бой! Ой, а на меня однажды медведь вышел! О! Ну, у меня отец пасеку в делянках держит, а я помогаю стражить! И что стало с косолапым? Ну, мирно разошлись! Ну, я из ружья дошмальнула, он на дыбы и рысью влез! А если б на тебя пошёл? Ну, наверное, задрал бы! У меня тогда бекосин только был, а это самая мелкая дробь, на рябочек входить! С тех пор без пуль не хожу! Ну, дай хотя бы бекосинчиком разок пальнуть! Ну, ладно уж, перебьёшься! Ну, чё, жалко, что ли? Пока! Пока! Как это ты увольняешься? С каких таких рыжиков ты увольняешься? Я тебя, можно сказать, легализовал, паспорт, регистрации, и всякое прочее трихомудие! Может, тебя в телятник перевезти? Ну, на откор! Да при чём тут телятник? Ну, дело не в телятнике! Ну, а в чём? Во мне! Ну, погоди ты, остынь! Да если бы мне кто-нибудь пару месяцев назад сказал, что я буду работать дойером, я бы того человека послал далеко-далеко! Я даже на зоне был электриком, а не на общих работах! Ну, ладно, ладно, ты меня своей тюремной бодягой не пугай! Пуганный я! Да я не пугаю! Объясняю! Нечего мне больше делать здесь! А раньше было чего? А раньше было! Да сплыло! Всё ясно! Чуть и ясно-то! Из-за неё? Из-за неё? Ну да! Из-за неё! Так бы сразу и сказал! Силкова я тебя, конечно, удерживать не могу, не имею права! Жаль! Вроде сработались! Тимофей, Славка, Елохов, Коля, познакомься, наш земляк, Слава, Елохов, владелец горных горняков, Николай, очень приятно! Самолётов, пароходов! Слава! Сколько же мы с тобой не едем? Да лет двенадцать! Ой, Славка! Слава, 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 Слава! Да у меня всё с собой! Да ладно, что у тебя там может быть с собой? Соскучился, небось, по деревенской кише? Ох, соскучился! Чё, твоя? Твоя! Скучно! Это дорого! Славка! Красавица! Что, значит, работа на свежем воздухе? Славка! Ну, привет, восьмиклассница, одноклассница! Да уж давно, а не восьмиклассница! Ну, вы хороша! Наших-то, кого из класса видишь? Ну, ладно, ладно! Мы там разъехались, уже все! Отстаньте! Ох, Надежда, есть ли у меня Надежда! Сидим! Старуха тебя так накормит? А-а-а-а-а! Ну, обед! Вот, мы с вами! А-а-а! Обед! Нет! Да уж! Я тихо! Меня зовут? Ух! Это не дешок! Джора, что вы думаете, дешок, дешок! А-а-а-а! Что? Не надоело? Баллоны резать! Ну, как поживает дойный стадок? Припере уж больно статья нарядная. Надоело, чалец. Кто заплатит за стекло? А вот кто разбил, пускай тот и платит. Правда, малыш? Он резину порезал, сучара. За сучару ответишь. Продолжайте. Посмотрим, чья возьмет. У него нож в кармане. То ты, а нож, то нож в кармане. Мне в руке. А у тебя монтажка в руке. Кинь монтажку, Тоха. Держи. Тоха, я жду. Сучара, говоришь? На! На, сука! На! Тьфу! На! Дай сюда. Смотри, сейчас мы сделаем его конопатом. Из танковой пушки я бы эту физиономию в пыль размазал. Еще бы. Еще бы, наверное, гусеницы подутюжил, да? У тебя что, патроны лишние оказались? Пап, ну, вечно ты. Всего четыре патрона сожгли. А ты знаешь, что каждый патрон денег стоит? Я всего один раз. Могу вернуть. Пап, ну, стыдно же. Пошли отсюда. То ли Фридрих, то ли Энгельс. Не разберешь. О! Карл Маркс. Карл? Где сбондил? Нигде не сбондил. Там сарай ломали. Около клуба. Я и взял. Пойдем. Тоха! Обслужи клиента. А ты елся, как кабан. Пойдем. А по репе любой надавать может. Без бороды не заработал бы столько. Пойдем, пойдем. Ну, так че, ввариваешься в мою кодлу? Да нет. Не получится у меня. Крысятничать не смогу. А в Бухалово больше не появляйтесь. Не советую. Страна Советов давно загнулась. Ну, страна, может, и загнулась. А вот люди остались. Ножечко отдай. Ножечко отдай. Удачи. Ой, шкурка. Ты как это, как ее? Как Мерелина Монро. Да. Покажи. Нравится, да? Да, это я в одном журнал подсмотрела. А, а банк? Ой, это надо правильно завязывать, дядючка. Ну что, обновим? Так, так. Ну чем у нас не Швейцария? Да Швейцария у нас. Ой, там твои урики гоняют, змея запускают, видала? Да видала. Эй, поток ветра слабоват. Давай помогу, давай, а? Я сам. Скучал без меня, а? Скучал? Не очень. Дойер давно тут ошивается? Он к маме клеился, а я отшил. В каком смысле клеился? В самом прямом. Намеки разные делал. А она? Она странная, ты же знаешь. Стихи пишет. Если бы не твои пьянки, ты правда завязал? Ну, пришлось лечиться. Полтора года жил в общине. С алкашами? Сынок. Сынок. Там разные люди встречаются. Попадаются даже писатели. Ромка. Давай помогу, а? А ну-ка. Давай, сынок, беги. Беги, беги. А вот что, не говори. А семья для человека главная. Шур, ты семью-то где видала, а? Семья — это когда с утра до ночи вместе. Когда... И в радости, и в горе. Не раз в три года змей запустить. Так ведь и отец он ему. Родная кровь. Ты моего ботяню помнишь? Ну? Тоже ведь не подарок был. Всякое бывало. Только бабушка моя частенько говорила моей матери. Всю жизнь одним куском давиться. Шур, я не хочу, понимаешь? Вот куском давиться вообще не хочу. Хочу, чтоб по кусочку, не торопясь, не спеша, вместе, чтоб только, а не куском давиться. Понимаю. Только Коле, тебе тоже не пора. Это че это? А кто мне пара-то? Ну, помоги мне перекредитоваться. Иначе я потеряю дойное стадо. Ну, заложи технику. Да, заложено-перезаложено. Слава, мне нужно всего два миллиона рублей. Слава, не долларов. Да ты пойми, у меня все очень серьезно. Твои кредиты — это детский лепет. Ну, вложись их чем-нибудь, я не знаю, в эту малую родину. Продай яхту. Да я уже продал. Как? Ну, у тебя же огромный холдинг. С рудниками, с самолетами, с теплоходами. Неужели ничего нельзя придумать? Ты же знаешь, три способа обанкротиться. Быстрый. Рулетка. Раз. Приятный. Женщины. Два. Надежный. Сельское хозяйство. Три. Очень смешно. А хочешь, джип подарю. Да ладно тебе. Серьезно. Я его сразу заложу. С этого момента он твой. Делай с ним, что хочешь. Слава. Ты человек. Это твое последнее слово? Ну, почему же последнее? Я помирать пока не собираюсь. Ромку еще на анги поставить надо. Внуков хочу дождаться. А если повезет, то может быть и правнуков. Говорят, кто правнуков дождет, с тому прямая дорога в рай. Ты что, в рай собралась? А мне ада и здесь. На земле с тобой хватило. Надь, ну. Ну, завязала я, Надь. Неужели нельзя простить? Бог простит. Не простишь, пропаду. Это как прикажешь понимать? Угощайся. Ты что предлагаешь выпить? Отвальную? Предлагаю. Предлагаю. Что-то я не понимаю. Неужели нашла кого? Надь, я ему ноги быстро переломаю. Ну, а чего же сразу не сказала? Ну, сразу как-то не получилось. Кто таков? Неужели Дуэр? Надь, я ему ноги быстро переломаю. Не переломаешь. Уехал он. Да жалко твое дойное стадо. Но с точки зрения бизнеса, все твое хозяйство это пши. Ну, 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 ну. Знаешь, чего нам не хватает? Ума. Да ума. Солнца нам не хватает, Тимофей. Как? Вот ты сколько не бейся, а убыточным ты будешь по определению. Ну, ладно, ладно. Братейская говядина. Целый год на выпасе, а у тебя полгода стойловый период. Ну? Да просто нас угораздило родиться в зоне рискового земледелия. Вот философов много, а коров доить некому. Вот если я буду полным ванкротом, у тебя появится хороший дояр. Сбежишь через месяц. Не сбегу. Сбежишь. Был тут до тебя один супчик. Сбежал. Местный? Залетный. Срок мотал. Шесть лет. Салют. Привет, начальник. Это как понимать? Ну, так и понимай. С вечерней лошадью. К вечерней дойке. Ну, типа того. Ну, и бог с ним нать. Я прощу тебе это. Ну, мимолетное влечение. Неужели? Правда прощу. И больше никогда не вспомнил. Спала с ним? Спала с ним? А Ромка как? Ты о сыне подумала? Начинается. Ты же обещал простить. Угонять собрался? Чтобы ездить на такой машине, нужно хорошо учиться и много работать. Нравится? Нравится? Трактор лучше. По любой грязи проедет. Тут ты прав. Ну, это и тоже проходимость. Будь здоров. Все колеса ведущие. Как отец-то? Плохо. Что, снова развязал? Не получается у них с мамкой. Ругаются. Хуже. Молчат. Лучше бы ругались. Да, брат. Раньше была пословица. Женись за день до смерти. И наживешься. Мотай на ус. Мотаю. Жаль все-таки, что уехал. Я бы ему точно ноги переломал. Входи, ты не заперто. Легок на помине. День добрый. Не помешаю? Проходи, Николай. Сначала чужих кур пристроился кормить. Теперь вот с букетом при живом-то мы уже. Ловкий у Тимофея Дойер. При бывшем мужем. Как бывшем? Развода вроде не было. Ну, было хуже развода. В мирное время. Пропал. На два с лишним года. А ты бы в розыск подала. Я подавала. Ты же даже без паспорта сгинул. Слушай, может пойдем на улицу, Вадим? Зачем? А поговорим. Напугал ежа и жихой. Ну, пойдем поговорим. Так, вы что, драться собрались? Я никому никуда не пущу. Все. Давайте, оба. Руки мойте и за стол. Надь. Ой. У тебя волнушек нет? Соли нет? Думала волнушки солить, а соли пару щепоток. Я завтра куплю, отдам. Сейчас, в чулане. Погода все стоит и стоит. А по телевизору доллар все скачет и скачет. А что тебе доллар? Пусть американцы волнуются. Да как же не волноваться? Когда у них там все это началось? Даже до нашего Бухалова докатилось. Вон Тимофей весь зеленый, как огурец бегает, деньги рыщет, чтобы кредит отдать. А нечего было брать. Как же без кредита-то? Ты что? Это же посевную надо провести. А солярка, а элитная сель. Шур, ты давно такая умная стала, а? Но когда своего похоронил-то, все своим умом приходится доходить. Он, конечно, хоть и пил, не просыхая, но все-таки соображал иногда. Да, соображали мы с ним конкретно. Жаль Ваньку. Руки рашли оттуда вот, откуда надо. Коля, а ты на ферму вернулся? Ну да. Если провода опять не сбондят. А ты попроси Тимофея берданку купить, а провода охранять. Обязательно. Берданку на плечо и в партизаны. Он у нас по чужой курятинке специалист. Ой, Надь, ну куда мне столько-то, а? Бери, бери, с Абрамовичем поделишься. А ему-то зачем? Деньги солить, Шур. Солить, да? Нам бы какого-нибудь завалящего олигарха в деревню. Может, и зажили бы тогда. Ну, знаешь, с олигархами дурак заживет, знаешь. А я историю про одного олигарха слышала. Так он драгоценных яиц накупил. Шура! Ну что? Шла бы ты домой же, а? Ну я пошла. Чего молчить, как рыбы? Я помешал, что ли? Да нет, что ты, сынок, ну, конечно, не помешал. Давай, ты руки с мылом мой и к столу обедать. А ты? А мы уже перекусили с папой. А я на диете. Давно на диете? Да минут 15 уже, как тебя увидел. Ну, аппетит, я тебе испорчу надолго, не сомневайся. Так, знаете что, давайте действительно на улицу. Мне еще Ромку кормить надо. Ну, пойдем, дорогой. Молодец. Соседке муж вернулся, а следом Коля и снова с букетом. Так это ж любовь. Везет Надежде. Они к реке пошли, наверняка драться будут. Как это драться? Наверняка. Ну, что смотришь, беги! Чего делать-то будем? Хочу ноги тебе переломать, чтоб дорогу сюда забыл. Будет тебе курятина, ножки Буша. А если она меня выберет? Не выберет. Ребенок мой. Ты думал об этом? Думал. Вот и котись, колбаска. Мне терять нечего, я биться буду до потери пульса. Она моя жена. Понимаю. Сыну скажи. Спасибо. Спасибо. Ты че, солдат? А он где? Кто он? Надькин муж. Ты его убил или просто покалечил? Да нет, это скорее он меня покалечил, чем я его. Молоток-то тебе зачем? Да я думал, разнимать придется. Да нет, разнимать не придется. В робке все дело. А так, глядишь, пришлось бы разнимать. Странно все как-то. Чужие мы стали. Спим в розь. А я же пить бросил. Может, дело в чем-то другом. Ну, не в чем-то, а в ком-то. Может быть. Решила сменить шило на мыло? Тебе не смешно? То есть ты шила, а он мыло, да? Действительно смешно. Ха-ха. А тебе не кажется, что ну, ты просто придумала его вот своим женским мозгом? А на самом деле он просто обыкновенный уголовник, Надь. Это дело не в нем. А во мне. и очень долго терпела. И когда я все никак неделями ходила, и пьяного тебя по лужам таскала, и когда ты мне в живот ногой, а я беременная, на седьмом, между прочим, месяце. Ну, Надь. Ты знаешь, когда от живого дерева ветку отломишь, обратно не приставишь. А если приставишь, все равно не приживется, засохнет. Никакой мичурин не поможет. Вот так. Так и она с тобой. Ну, а Ромка? А че Ромка-то? Вспомнил. Ты себя помнишь? Как ты его чуть в речке не утопил? Не, не помнишь? Он так орался с пугу. Че-то не припомню. Ну, конечно, ты не припомнишь. Ты ж стыльку пьяный был. Не припомнит он. Ну, а писать-то письма я могу ему, Надь? Да, конечно, пиши. Ты же отец. Ты же отец. Ну, извини, шутка юмора. Да. Шутка юмора. Да. Да. Берданку Тимофей так и зажал? Шур, какая берданка? Я ж судимый. Не надоело у Ахмеда столоваться? Это что, намек? А никакого намека. Я прямо говорю. Давай съедемся. Петьку к Ахмеду. Будем жить, как мы с женой. Не смогу. Я же все равно буду постоянно через забор заглядывать. На заборах высокий сделаем. Сплошной. Не получится. Не получится. Спасибо тебе. За что? За предложение. А знаешь, я в детстве мечтал стать капитаном ледокола. Стоять на капитанском мостике с биноклем не получилось. А чё хорошего-то, а? Лёд кругом. На балбе не разгуляешься. А у нас тут благодать. Любовь на сене. Ты мусорный поток. Чё хочешь у вас ома, я? Наркоманы колются. Ну, ты мусорный поток. И не знаю. И не знает. Я не знаю. Тихо. Тихо. Мама! 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 А-а-а! Ромка! Дядя Коля! Вот зараза! Как ты туда залез-то, черт тебя дери! Змей зацепился. Помогите, пожалуйста. Держись крепче! Сейчас что-нибудь придумаем! Руки не держат! Сейчас упаду! Ты держись, амигом! Тихо! Тихо! Рома! Тихо! 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 Ну че? Живой? Парашютист? Тихо! Горь, вы только маме не говорите! Сейчас она тебе задаст! Вон бежит! Рома! Ты цел? Ты цел? Тебя, тебя спрашиваю! Ты целый он, целый! Шагом марш отсюда домой, будешь мне месяц на… Дома сидеть, давай! Извини, я больше не буду! Слезай, я тебе сказала! Слезай, ты целый он? Сам-то цел? Ага, только ушибся маленько. Я не знала, что ты на тракторе умеешь. А я до тюрьмы во Владимире на тракторном работал. Времена тяжелые были, зарплату не давали. И мы с мужиками решили мете воровать. Сбывали прибалтон. Ну, и в итоге… Хищение в особо крупных размерах, группы лиц по предварительному сговору и так далее, и так далее, и так далее. После этого трактора ненавижу. Спасибо тебе. Субтитры сделал. Да не за что. Да не за что. Надь, ну, я пошел? Паспорт взял? Забыл. Мам, можно я только до остановки? Можно. А велик можно? Можно. Вот, взял. Ты пиши ему, сын, все-таки. Мам! 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 Чтобы я этого бездомного солдатика в своем доме не видел. Ну какая учеба, если у тебя одна гулянка в голове? Да, я вдовец, но в деды пока не собираюсь. Ну, пап, ну что ты говоришь-то такое, пап? И не упрекай меня жадности. Привет. Привет. Я все слышал. Может, пойдем на речку? Да нет, я сегодня уезжаю. Начало учебного года. А на кого ты учишься в медучилище? На акушерку. Ну, я буду приезжать. А я тебя буду встречать на остановке. С цветами? С цветами. Здорово, да? Месяц ареста круто. Что? Как угораздило? Ветер научил словить. Змей зацепился за балку. Молодец. Я буду писать тебе письма. Прости, если не получится. И мамку береги. Ветер на трости. Ветер на руке. Здорово, да? Адна неверно. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Ой, так и знала, что ты станешь настоящим бабником Ты и в бизнес пошел, чтоб кучу денег иметь И менять женщин, как перчатки В десятку Жену-то свою хоть любишь? Все тебе расскажи Слав Скажи, а как это в жизни, когда денег много? Да проблемы с утра, Дваныч И больше ничего Даже во сне Страшно? Иногда, иногда вдруг Детство приснится А не проще вот так вот рыбу ловить, да Жить в свое удовольствие Так я ловлю У меня два Консервных завода И целая флотилия сейнеров А я в этом году решил Обязательно на целый месяц сюда Наверное, по природе я одна, Люб Намекаешь на школьные танцы? Что-то вроде того Тебя бы одеть И одета, и обута А я загадал желание По счетчему велению Что творит того Поехали в город А ты угостишь меня мороженым? Обязательно И жвачкой Обалдеть А сколько это стоит все? Дорого Расчет натурой Слава, ты же знаешь Я девушка честное тело Но торгую, как и душой Ну скажи, сколько стоит Да нисколько Копейки Ну покажи чек А я выбросил Куда? На выходе в урну Надь, Надь, ну прекрати Ну вот он чек Значит не выбросил? Ну я же бизнесмен Деньги любят счет и тишину Нет Ну покажи, а то поссоримся Понятно Спасибо тебе большое Да, до пенсии Я с тобой точно Буду расплачиваться Ну ничего Поросят на откорм еще возьму Книжку стихов выпущу Да, спасибо Куда я раньше смотрел? На Елеонору свою смотрел И пылинки с нее сдувал Разве не так? Да пыли мыло слишком много Плюс бриллиантовая крошка Спроси меня Сколько времени? Сколько времени? Шесть часов Ух ты А ты мне мороженое еще обещал Ну тогда ты со мной точно не расплатишься Прошу Субтитры сделал DimaTorzok Есть кто живой? Здорово А мой дома? Нет А ты что под арестом? Извинялся Бесполезно Понятно Бывает? Как ты шесть лет отсидел? Ну брат Это очень долгая история Прошу Прошу Ну как я вам? Тебя надо по телевизору показывать Будет здоров Слушаю Шесть процентов А на лондонской Держи пакет, Гока Что-то случилось? Ты наметился устойчивый Тренд несколько дней подряд Я боял, что случится Маджин кол Здравствуй, дорогая Да вот стою на краю поля Любовь с раздольем Все вокруг знакомое Все вокруг мое Да, Элеонора Есть приятная новость Он что, долго ждал? Букет возьми Я только что узнал, что мы снова богаты Да Жизнь налаживается А у тебя особенно Нет Не все деньги Извини, я и деревню родной помочь Тоже должен Что? Ну при чем здесь Кащенко? Трубку повесил Бррр, стоять Тебе что, жить надоело? Или крыша поехала? Давай, гони ключи обратно Мне в Москву срочно надо А я уже в банке договорился Три плоты, Славка Дарю Да я у тебя все стадо куплю В долю возьмешь? Ты что-нибудь понимаешь? Нет Но богатых свои причуды И они тоже плачут Ну да, крокодилями слезами Насчет стада не пошутил? В партнера берешь? Иначе передумаю В партнера берешься 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Да нет, Тимофей Ей другой нужен Ладно, спасибо тебе Да не за что И счастливо, будь здоров Будь здоров О, а вот и она Извини Чертяк Чего ж ты? Даже попрощаться не зашел Прости, так получилось И куда ты теперь? Опять в Париж потянула Да это из-за рунки Так он же маленький еще, ничего людях не понимает А Славка и Лохов вообще ни при чем Славка и Лохов Славка и Лохов Славка и Лохов Мам, ну ты чего? 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 Мам, ну ты чего?